Рэмми Баньяски Последний боец, который уступает своему сопернику в весе аж на 11 килограммов, может попортить крови любому фавориту. Он это уже доказывал, доказывал не раз. Посмотрим, чем в итоге все закончится. Кстати, на этот бой Рэмми Баньяски не выходит. Рэмми Баньяски Интересно, порадует ли нас летающий джентльмен своим фирменным приемом ударом колена в прыжке. Посмотрите, как неплохо начал работать Филипп Берлиндон. Перемещается по рингу. Не застаивается. Рэмми Баньяски пока безуспешно пытается его поймать. Да, действительно очень сильно потерял скорость Рэмми Баньяски. Он является живой легендой мирового кикбоксинга. Но, наверное, он таковым и останется в истории, потому что я не думаю, что вот такой Рэмми Баньяски, которого мы сейчас с вами видим, он может биться сильнейшими спортсменами планеты сейчас. Может быть, он со временем и наберет форму, но есть некоторые сомнения на этот счет. Но между тем Ферлипп Берлиндон очень здорово работает. Хорошо действует на ногах. Не застаивается, не позволяет Баньяски себя бить. Голландец вроде бы оказывает давление, но при всем при этом ударов-то со стороны Рэмми Баньяски, четких, акцентированных, точных мы с вами не видим. Сейчас неплохо пробивал правый сбоку Рэмми Баньяски. Первый раунд завершен. Вы знаете, я должен констатировать, что Рэмми Баньяски этот раунд, скорее всего, и не выиграл. Хотя он был достаточно активен, но вы видели опасный удар коленом в голову в исполнении Филиппа Берлиндона. И также в исполнении Бельгийца мы видели несколько точных попаданий. Действительно, Берлиндон подошел к этому бою в прекрасной форме, чего не скажешь о Баньяске, которому необходимо идти вперед. Надо исправлять эту ситуацию, надо держивать убедительную победу над Филиппом Берлиндоном. В свои лучшие годы, конечно же, Баньяски, я думаю, разобрал бы Берлиндона на запчасти очень уверенно и легко. Но это было раньше. Поактивнее стал действовать Баньяски, побольше ударов выбрасывать. Не сказать, чтобы КПД от этих ударов сильно повысился, но тем не менее. Перестал попадать и Берлиндон, между тем привел в порядок свою защиту Рами Баньяски. Сам говорю и сам не верю. Когда эта защита Рами Баньяски была не в порядке, да? Как вы все прекрасно знаете, первое, что уходит с возрастом, это скорость. А главным козырем Баньяски была как раз его неподражаемая скорость, его комбинации, его быстрые молниеносные удары. Прибавил заметно во втором раунде Рами Баньяски. И, соответственно, бой у нас с вами выровнялся. Очень неплохо смотрится на фоне Рами Баньяски Филипп Берлиндон. Неплохой удар по туловищу от Рами Баньяски. Поднаелся голландец уже, поднаелся. Очень неактивно проводит он второй раунд. Но он должен это делать, иначе все могло завершиться для него уже сейчас. Два раунда мы с вами увидели и, скорее всего, посмотрим третий. Во второй двух минутке Рами Баньяски был поинтереснее, поактивнее, поточнее. Вот здесь хороший удар ногой в голову попытался провести Рами Баньяски. Впервые на сегодняшнем турнире мы увидим бой. Впервые на сегодняшнем турнире мы увидим бой. Впервые. Впервые, все олено с вами. Зам BAћски! Впервые, все олено с окна! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Действительно, почему бы и нет, все-таки на ринге он противостоял живой легенде и провел очень-очень хороший поединок Рами Баньяске становится победителем данного противостояния, но я думаю, что если бы раунд был более близким, то отдали бы все равно Баньяске, потому что это авторитет Субтитры делал DimaTorzok